Микс Ньюс. Утро на Балткоме. Продолжается утро на Балткоме. Я напомню, что его для вас проводят Олег Пекай, Артём Лепин и за звукорежиссёрским пультом Евгений Копеин. Совсем скоро состоится благотворительный, ежегодный бал Марты, благотворительное мероприятие. Сегодня в нашей студии организатор этого балла Светлана Лёв. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Я просто хочу сказать, что как-то так удивительно совпало. Всегда листаю календарь, смотрю какие-то даты истории, которые могут с чем-то вот как-то вдруг быть связаны с темой нашего разговора. Вдруг смотрю, в 1793 году в этот день казнили Марию Антуанетту, вдову Копет, королеву Франции, супругу Людовика XVI и мать Людовика XVII. И я сразу вспомнил, что у вас есть фотографии как раз такие в образе Мариы Антуанетты. Да, на страничке в Фейсбуке. Что-то меня тянет в XVIII век. Ну и это, наверное, соответствует, может быть, какому-то ее образу балла Марты, поскольку все-таки она была... Тиможенская, австрияечка, а я австрийка по моему паспорту, по гражданству. Так что как-то все в жизни не просто так. И я считаю, что Марию Антуанетту, несмотря на то, что она ничего особо в истории, в жизни человечества не сделала, тем не менее ее все знают. Тем не менее существует целая индустрия туристическая, которая приезжает посмотреть в те же дворцы, где она жила. Малый Трианон, как известно, был построен для нее на территории Версаля. Так что это тема туризма, которая, в принципе, сквозит и сквозь наш бал Марты в честь первой императрицы, которая была из Латвии. О чем, к сожалению, за 300 лет забыли латвийцы и зря. Потому что, на самом деле, несмотря на то, что образ прачки сохранился в нашей памяти, что вторая супруга Петра Первого и просто какая-то там прачка Марта. Скавронская, да. В хорошем смысле слова для привлечения туристов в страну, я считаю это очень большой глупостью, даже не побоюсь этого слова. Потому что это миллионные, вообще-то миллионные доходы всем, включая и чистые налоги, которые туристы, оставляя в магазинах, в отелях, на транспорте, поступают в казну государства, в том числе и на социальные проекты, на социальную поддержку тех же семей, детей, инвалидов и прочее. Но мне кажется, что и тема еще актуальная в русле темы феминизма, поскольку ведь это яркий пример того, как, в общем-то, девушка из низшего сословия сделала такую блистательную карьеру и какое-то время правила огромной империи. Совершенно верно. Я думаю, что в России, в истории России, в Российской империи это уникальные случаи. Это не только в истории России, это вообще в истории, скажем так, человечества. А давайте уже говорить своими словами, ну сколько мы знаем таких примеров, которые было не просто содержанкой, не просто жена, не просто фаворитка, а стала первой императрицей, Золушка, буквально, ну история латвийской Золушки. То есть вот, ну как бы... После смерти Петра Первого. После смерти Петра. Я вам скажу больше. На самом деле, кто, как не Петр Первый, выбрал ее в наследницу, короновал собственноручно, и в 20 с лишним лет они были вместе. То есть это не история любви, там, каких-то сексуальных гормонов, там, двухлетних, да, и все прошло. То есть люди были вместе, она была с ним и в боях, и в походах, и беременная, и на конях скакала. То есть это надо смотреть действительно архивы. Я как историк просто эту тему изучаю, не просто там светская дама решила себе придумать какой-то там бал, потанцевать. Поверьте мне, я это делаю с 2003 года, и танцуем, мы и поем. Вот, но когда я наткнулась на эту тему, я как историк начала ее изучать. Ну, поразилась тому, что почему, почему эта тема такая, в общем-то, не исследованная, и настолько она негативная, вот, каким-то там флером, каким-то там дурацким, можно сказать, представлением об этой женщине. На самом деле, женщина, которая была с великим мужчиной рядом, и который этот великий ум человечества сделал своей преемницей. Вы только подумайте об этом. И вот в честь этой первой императрицы, открывшей дорогу целому веку, женщина престоле российском, потому что до этого даже в мыслях не было ни у кого о том, что женщина может быть на престоле вообще. Не в российском, я имею в виду. Но Петр, он хотел, чтобы Россия была именно европейской страной. Он все делал для этого. И в том числе, посмотрите, сделал женщину, несмотря на все устои своей преемницы, коронавал при жизни императрицы сделал. То есть, это не просто он умер, и в результате переворотов вот там Меншиков постарался, и Екатерина пришла к власти. Не знаю, это совсем, в общем-то, другое дело было. И вот наш Балмарты, мы все-таки хотим как-то раскачать эту тему, привлечь внимание к этой истории. Но вот удается привлечь вот с 2003 года так... На самом деле, этот проект, я с 2003-го делаю вообще благотворительное мероприятие. А именно Балмарты мы придумали в 2014 году. Вернее, даже в 2013-м я начала эту тему исследовать. А в 2014-м он был первый бал готов, причем он назывался бал в честь первой императрицы Екатерины, так и назывался. Но случилась война на Украине, и, в общем-то, самое смешное, что когда у нас такой брейнсторминг был, и мой очень хороший знакомый американский атташе, так, я заострю это внимание, американский военный атташе, который полностью поддерживал эту идею и говорил, что это большая глупость такие вещи не делать, я имею в виду в туристическом отношении, да, забывать таких персон. И он мне предложил назвать Балмарты, чтобы сместить немножко акценты с российской темы и использовать, ну, опять же, такое слово не очень хорошее, ну, я с английского, я, прошу прощения, часто перевожу у себя в голове, он у меня второй такой язык домашний, как я говорю. И вот пришла вот эта вот тема Марта, первое имя императрицы было Марта, Балмарты. Вот так возникла наша идея, и вот уже шестой год она живет, и, может быть, вы слышали, проходит, как городской праздник в Даугавпилсе на предполагаемой родине императрицы. В Резыкна в этом году был первый Балмарты, надеюсь, что не последний. А вы не думали в Рундула? Это бы самая первая идея была, конечно. И почему не получилось? Ну, во-первых, вы понимаете, что это за средства должны быть вложены. Ну, да, конечно. Я, честно говорю, я писала Тетереву, но ответа я не получила. Вы понимаете, я людей, которые мне отказывают, очень хорошо понимаю. Из-за ситуации с Украиной, это было, я говорю, повторяюсь, начало войны, было резко негативное отношение к России, которое сейчас до сих пор продолжается. И вот, можно сказать, мы с этим усердно пытаемся преодолеть эти преграды, говоря о том, что туризм, культура никакого отношения к политике не имеет. Давайте оставим все вот эти вот истории, чей она там стала императрицей. Неважно, она стала первой императрицей, девушкой простой, латвийской. Там у нее, на самом деле, очень много кровей, возможно, шведские. Почему Петр уничтожил, не сам, конечно, он прислал сюда гонцов, чтобы якобы узнать родословную императрицу, а на самом деле они просто уничтожали документы. Чтобы, ну вот, вы понимаете, война со Швецией тогда тоже шла. Да, 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 параллели такие просятся прямо. Абсолютно, вы понимаете, времена всегда трудные. Опять же, мне все говорят, ну сейчас не время. 300 лет тому назад тоже не время было. И каждый год у нас что-то не время. Ну вот давайте сидеть на месте, да, и будем ждать или пришествия какой-то новой персоны. Ну нет у нас так много персон в Латвии. У нас маленькая страна, к сожалению, вот еще нету так много, чтобы была возможность прославить страну на весь мир, хотя бы в туристическом плане, да, как бренд, как туристический бренд. Что мы пытаемся делать за собственные деньги инициативу с помощью друзей и семьи. А кто друзья? Кто друзья? Кто помогает? Сейчас, вы понимаете, так как проект действительно благотворительный и только из наших средств, каждый год друзья меняются, потому что у людей свои планы. Самый первый балл поддержала Ольга Казака, Елена Тонова. Это первые люди, которые меня поверили. На протяжении четырех лет, можно сказать, у нас такая компания была, Ева Адамс, она продолжает, Наталья Олесик. То есть там группы людей, которые кто-то уходит, кто-то приходит, кто-то помогает только вот лайками, можно сказать. Сейчас Ротари Юрмала включилась в этот проект. Это тоже благотворительная организация. В принципе, это мировая, мировой бренд Ротари Клуба. Это бизнесмены, которые собираются для того, чтобы помогать людям. Так упрощенно можно сказать. И в этом году Ротари Клуб Юрмала поддержали с идеей этого балла, и сейчас мы делаем вместе его, можно сказать. И с русским театром. Тоже нельзя, конечно, забывать. Я, конечно, немножко волнуюсь, и хочется всех-всех-всех вспомнить и сказать спасибо. Дана Бьорк – это тоже был человек, который меня услышал, когда я к ней пришла в ноябре прошлого года. И вот сейчас бал Марты будет проходить впервые, и бал Карнавал будет проходить в здании Рижского русского театра имени Чехова. Смотрю, все женские имена, те, кто поддерживал тогда. Мужчины что-нибудь? Не, ну в клубе Ротари, наверное, есть. Они, конечно, да. Ротари на самом деле их 24 просто по Латвии. А именно Юрмальский клуб, да, женский, там в основном 90% женщин. Поэтому меня, наверное, услышали, вот этот феминизм победил. Ну, кстати, вот вы говорите, там времена нет, но, кстати, в этом году к России в плане там какого-то культурного отношения вызывает больше интерес. И тот же HBO, ну, Чернобыль, ладно, но вышел вот сериал совсем недавно Екатерина, или Екатерина Велика, как раз он называется. Екатерина Велика. Который в том числе снимался в Рундуллы при этом. То есть все-таки вот и Латвия тоже вызывает такой интерес. Слава Богу, вы понимаете, сейчас тоже, по слухам я слышала, рассматривается вот эти все на уровне правительства делать налоговые льготы для людей, которые снимают фильмы у нас, в том числе большие американские проекты. И я скажу вам больше, конечно же, тема Первой императрицы, это у нас как бы вот так вот как-то пропускается мимо ушей. Но на самом деле сейчас обратили на нее внимание и в Голливуде, вот то, что сейчас работает над сценарием фильма американки Элис Гордон. Ну, дай бог, чтобы это все осуществилось, и к нам пришло действительно большие деньги. Опять же, страну не только туризм, но и киноиндустрия, которая опять же приносит миллионную прибыль в страну, миллионную. А у нас нету, простите, я напомню, ни газа, ни нефти, банковской системы тоже уже нету. Не будем о грустном, но на самом деле это огромные деньги для всех, кто думает, что там сидит Света Лев и себе там заработает какой-то миллион. Вот Света Лев меньше всего заработает. А заработают люди, которые будут получать от этого прямую прибыль. Отели, гостиниц, рестораны. Ну, вся индустрия туризма, которая у нас одна из сильнейших отраслей. И мы зависим от не очень сильно на самом деле. Ну, вот если побольше именно о Бале Марта, может быть, вы расскажете, в этом году, вы уже сказали это, в русском театре, но когда, как можно поучаствовать, что для этого, нужно ли, не знаю, покупать костюм или арендовать костюм той эпохи? Нет, вы знаете, в этом году будет 16 ноября, это суббота, в здании русского театра имени Чехова, и вход для всех можно купить на билишу-сервис. Он начинается от 35 евро. Это целая программа с концертом. И, как я сказала, мы не начинаем традиции новых. Мы ничего не выдумываем, а мы делаем балы, и подобные балам, которые проходили при Екатерине и Петре I. А что это было? Это было просто вечеринка, просто на более высоком уровне, более нарядная. И причем самое интересное, что, опять же, по документам, они любили как раз такие вечеринки карнавального, вот маскарадного, да, плана. И тема у нас, опять же, такой вот, как слоган нашего балла. Мы соединяем прошлое с настоящим, чтобы подарить будущее. На нашей вечеринке могут быть и в костюмах, и в вечерних платьях современного покроя, скажем так. То есть тут совершенно нету ограничений. Люди на наших балах, кто-то любит одеваться в карнавальные наряды, пожалуйста. Это все создает вот такую атмосферу, эклектики, чего-то такого необычного, какой-то сказки. О том, о чем мы мечтаем, да, чтобы это был немножечко уход из реальности, чуть-чуть расслабиться. И любой человек может вот купить и позволить себе 35 евро, чтобы побывать на таком большом мероприятии с концертом, где будет и оперная часть ее Сонора Вайца, и Сергей Егерс, и будут артисты русского театра выступать со своими музыкальными номерами. И потом этот концерт просто перейдет плавно в вечеринку, где, опять же, под современные ритмы люди будут танцевать под живую музыку. Яна Клявеня, наша замечательная участница тоже «Голосы Украины», Денис Мельник тоже, он был участником «Голосы Украины», полуфиналистом, если мне не изменяет память, в 2017 году я могу ошибаться, да. Группа «Рига» и «Нета Рудзите». Там будет целое море такое мероприятие нон-стоп с 7.30 до 2 ночи, где будут угощать Ганбэй своими лучшими сушами, восточными закусками, где будет «Магнум» дарить мороженое 500 эскимо. Вы представляете, вот это все за 35 евро. Пожалуйста, приходите, купите и устройте себе праздник для всей семьи, в принципе. Если вы с детьми будете, если ребенок с вами, ну как, там, 14 лет, может тоже прийти на бал, почему нет, если он с родителями. Я, насколько знаю, наше законодательство, да. То есть это можно... А так что в часа будет это продолжаться? До двух часов, да. То есть, конечно же, родители могут уйти пораньше, потому что основная программа у нас до 12 ночи, а потом будет диджей. То есть у нас вечеринка, как я говорю, при Петре и Екатерине не танцевали минуэтов 18 века и там 16-го, 18-го. Это была вечеринка современная. И зачем мы придумываем, что нам обязательно нужно что-то такое там танцевать архаичное? Нет, мы продолжаем традицию балов такие в том виде, как они были вот в то время. Ну то есть вы берете эстетику балов, 18 века переносите его в 21 век, и современной музыкой, современными закусками. Совершенно верно. Сохраняя какие-то вот, ну как элементы шоу, как какую-то вот небольшую такую вот связь со временем. Опять же, почему мы делаем реверанс по Екатерине, нашей соотечественнице, да. То есть, конечно же, мы хотим вот этот чуть-чуть дух и ее флор сохранить. Конечно же, мы берем элементы какие-то из 18 века, но это современная музыка, современные ритмы, современные диджей, то есть и люди, которые приходят к нам на бал, они, в общем-то, уже знают об этом, и веселятся под современную модную музыку, скажем так. Насколько, ну вот это для рижан, насколько принимают участие в этом бале, может быть, какие-то приезжие люди, гости столицы, туристы? Знаете, так как мы работаем с Гранд Паласом, с отелем, и, к сожалению, опять же, только мы лично можем приложить к этому, устроить маркетинг этого мероприятия не только в Латвии. К нам приезжают люди, так как у нас гости есть и из-за рубежа, и из Австрии были, и принцы, на самом деле, бароны, на первом и на втором балу был немецкий барон, сейчас я не вспомню, конечно, его имени, и принц бельгийский фон Путбуш, вот, и люди из соседних стран, из Эстонии, из Литвы к нам приезжают, просто даже заранее, не покупая билеты, планируя, а потом мы не знаем, что с ними вообще делать, как мы их разместить и куда посадить, потому что билетов нет уже. Вот, кстати, я очень сильно рекомендую нашим рижанам, и кто меня слышит в Латвии, между прочим, едут люди из Алуксона, насколько я знаю, очень приятно, очень трогательно, потому что она там выросла с пастором Глюком, вот, они тоже там думают какие-то проекты делать, это очень здорово, этот проект огромный, могут к нему каждый подключиться, я не правонаследница, я не правообладательница, она всеобщая, да, персона, то есть этот каждый человек может придумать проект, связанный с Екатериной, делать его, пожалуйста. То есть мы начали с бала, с чего я могла начать, я знаю, что она была человеком, которая помогала постоянно, и это, опять же, в традициях этого бала помогать, это одна из наших серьезных целей мероприятия, то есть люди, покупающие билеты, мы расходы покрываем необходимые, всем, еще раз повторяю, артисты, организаторы, работаем бесплатно, мы покрываем только расходы технические, на еду, аренды, естественно, помещения, все остальное, то есть каждый человек, который приходит за эти 35 евро, он еще и внесет свою лепту в помощь деткам. В данном случае в этом году мы собираем для школы-интерната начальной Володиня для деток с проблемами речи. То есть это тоже очень тяжелая цель, на самом деле, в плане каком, что у нас помогает легче больным, раковым, детским домам, а эти детки, в принципе, типа здоровые, им помощи, на самом деле, особо не очень-то есть. Но я говорю, вы понимаете, этих деток нужно до пятого класса научить говорить, чтобы над ними не смеялись их ровесники. И это может быть даже сильнее и важнее цель, чтобы ребенок вырос нормальным человеком, а не с комплексами неполноценными. У нас нету завтра, мы можем это сделать сегодня. Давайте поможем сегодня. Уже поступают на счет благотворительный, ни на мой, ни на роторе клуба, Сергея Егерса, уже этот благотворительный счет существует более 15 лет. И каждый вот этот целевой счет, с которого ни копейки не идет тоже, ни на какие-то там зарплаты или еще чего-то, это будет вся полностью сумма потрачена деткам на приобретение оборудования. Насколько все-таки узнают за рубежом вот личность Екатерины ассоциируется с Латвией? То есть насколько вот это... Первый Екатерина. Екатерина первая. Очень много путают с Екатериной второй, но это не новость. Опять же, спросите жителя города Екатеринбурга, в честь кого назван город. Вам назовут Екатерина Великая. Это неправда. Это Екатерина первая. Екатеринбург, Екатеринский дворец, Кадриорг. Я тоже об этом постоянно говорю, но кто слышит, кто не слышит, потому что кричу пока что одна я. Вот опять же, этот проект ассоциируется со мной, но просто, наверное, потому что кроме меня это особо никому не нужно пока. На Западе, кто узнает, они без... Просто когда я говорю, что первая императрица из Латвии, они говорят, а почему это никто не знает? А почему нет индустрии, туризма? Что это такое? Я говорю, ну вот так получилось исторически, сложилась долгая история. Ну, как-то стараюсь обойти вот это все такие политические углы, потому что на самом деле историография Российской империи писалась при Екатерине Второй, но она приложила свою царственную ручку к тому, чтобы Екатерину Первую тоже забыли. Так что, да. Ну, все-таки на то она и великая. На то она и великая, да-да-да-да, совершенно верно. Которая Петра тоже было еще два Петра, но их как-то не особо помнят. Совсем уже не помнят, да. И путаются бесконечно. И, естественно, Екатерину Великую помнят, а Екатерину Первую, которая, в принципе, была соратником, партнером, другом Петра Великого. Вы понимаете, такого человека, такого уровня. Когда мне опять начинают повторять, что она никто была, я говорю, окей. Вот скажите, Петр Первый страдал какими-то ментальными проблемами именно вот по современнике. Писали, что у него с головой не в порядке, да? То есть он приливами бешенства страдал, вот это вот все. Он не просто был человек. Детальный, да. И, в общем-то, никто не говорит, что он сошел с ума и свою прачку какую-то сделал наследницей империи, его детище. Вы только на минуточку подумайте. То есть он должен был этому человеку насколько доверять свое детище, которое он строил более 25 лет. Понятное дело, что она была неординарным человеком, не просто прачкой Марты, как ее представляет современная историография, и Википедия, и прочее, прочее. Там просто надо работать над этим. 16 ноября. 16 ноября, да. В субботу. В те большие выходные, там как раз День независимости Латвии, так что можете себе позволить отдохнуть. Да, кто остался здесь на длинные праздники, добро пожаловать. Это не закрытое мероприятие, как многие думают, что только для избранных нет. 35 евро, я еще раз повторяюсь, то есть, ну уже куда меньше. Да, ну вот, к сожалению, у нас время закончилось. Организатор благотворительного ежегодного мероприятия «Балмарт» и Светлана Лев сегодня была в нашей студии. Спасибо большое. Спасибо вам за то, что пригласили. Спасибо. Ну и приглашаем всех. Хорошего дня. До свидания. Продолжение следует.